Всем привет! В данном видео мы с вами рассмотрим ультрафиолетовый фонарик с Алиэкспресс или Эбэй. Вот. Все уже видели, что куча фонариков именно в такой, скажем, оболочке, но здесь установлены именно светодиоды ультрафиолетового спектра. Вот. Все так у нас выглядят. Вот. И, собственно, что у нас тут? Питание осуществляется от трех мизинчиков батареек, то есть 3А. Вот они так установлены, то есть плюс-минус. И все это у нас так. Тут мы видим загнутые ножки светодиодов. И вот таким образом это у нас все устанавливается. Здесь у нас находится кнопка включения-включения и пружиночка такая. Все это у нас закручивается. И вот. Такой фонарик. Так, собственно, покупал я достаточно давно. Здесь на данный момент решил сделать такой обзорчик. Так, и для тех, кому нужна ссылка, то есть вы можете в том же Алиэкспресс или Эбэй набрать в поиске ультрафиолетовый фонарик, и вам выслитится огромный перечень данных фонариков, и вы можете выбрать тот, который вам понравится по внешнему виду, там, по цвету. Вот есть красный, там, черный и других цветов, там, может быть, там, серверистый. Это уже, кажется, решается сам. Ну, то есть не суть. Вот. Найти можно. И по поводу этого, по поводу того, вы скажете, ну, а зачем он нужен. Да, на многих вещах есть защитные ультрафиолетовые метки, но давайте рассмотрим, в первую очередь, конечно, то, что, как мы это можем применить в каких-то своих вещах, как скажем. Так. Для этих целей будем использовать такой ультрафиолетовый маркер. Так. Так. Вот. Adding Securities UV Marker. UV назовет Ultraviolet. От английского ультрафиолет. Тут у нас описание идет на немецком и на других языках, но не суть. Вот. И что мы будем сейчас делать? Сейчас я напишу текст, и потом мы все это посветим ультрафиолетовым фонариком, и тем самым увидим эту надпись. А так он будет невидим для нас. Так. Ну, давайте-ка я напишу имя. Такой маркер. По поводу этого так сделано, указано, что в Германии. Ну, кто-то сейчас скажет, откуда взял такой маркер. Он продается именно в различных магазинах. Возможно, именно в магазинах консотоваров не так часто. Ну, можно найти, в принципе. Я покупал его именно в магазине радиоэлектроники. Собственно, ну и также можно найти и на Алиэкспресс, и на Эбэй. То есть, если вы наберете поиски ультрафиолетовый маркер, то есть также найдете маркер и тот же фонарик. Ну, то есть, может быть, есть какие-то комплекты даже совместные. Ну, это уже на ваше усмотрение. Здесь именно объем достаточно большой маркера, что его хватит надолго. Вот. То есть, так, надпись совершенно невидима. То есть, просто лист бумаги. То есть, вы можете на печатную плату или на какие-то вещи нанести надпись. Она будет невидима. И как мы можем все это посмотреть, то есть, посветить ультрафиолетовым фонарикам. И мы видим, вот, имя. Айферас. Айферас. Вот, не с кем. Объединение. Вот. Так, вот. Светили ультрафиолетовым фонариком, и надпись мы видим. Ну, можно еще какие-то надписи сделать. Вот. Также, по поводу того маркера. Ну, можно маркер, в принципе, сделать самому, но просвечение будет не такое интенсивное в ультрафиолетовом спектре. То есть, для таких целей, то есть, подойдет обычно стиральный порошок. К примеру, вы можете взять какую-то ватную палочку, допустим, да, смочить раствором стирального порошка, написать надпись на бумагу, и потом посветить, то есть, соответственно, фонариком ультрафиолетовым, и вы увидите надпись. Разумеется, все это дело будет светиться не так хорошо, как специальный маркер, но тем не менее. То есть, если там, не знаю, показать нужно как опыт для детей и так далее, то есть, в принципе, хорошо. Но самое главное проконтролировать, чтобы то есть, стиральный порошок не попал на руки детей, так как все это химия, да, это все вредно. Это не должно попадать в организм. То есть, если вы, там, с детьми, там, да, демоцитете детям, то есть, следите за тем, чтобы они, чтобы стиральный порошок, да, элементы не попадали им. Так, вот, собственно так. И еще важный момент. Так, не буду слишком углубляться в тему, потому что люди любят, чтобы все было кратко, ясно, понятно, на саму лампу смотреть нельзя. То есть, ультрафиолет, он вреден, в первую очередь, для глаз, ну, и также для кожи. Ну, представьте, да, вот вы, когда идете на пляж, вы же пользуетесь солнцезащитными очками, да, наносите специальный крем, то есть, и в солярии, да, там, соответствующее. То есть, воздействие ультрафиолета пагубное на глаза и на кожу, в первую очередь на глаза, да, то есть, в избежание каких-то повреждений, ожогов, то есть, на сами лампы, на саму лампу, да, вот на светодиод, на вот это тело, светодиода не смотреть. То есть, не смотрите на ультрафиолетовое излучение, то есть, на саму лампу, в первую очередь, и когда вы светите, да, фонариком, то есть, также нельзя длительно смотреть на ультрафиолетовый свет в избежание каких-то негативных пагубных последствий. Ну, помню, какой-то был случай, да, когда журналистам показывали, там, робота, то есть, обеззараживателя ультрафиолетом, и те журналисты, которые это снимали и подолгу смотрели на данный свет, получили различные, там, ожоги, там, покраснение глаз. Поэтому ни в коем случае не смотрите на саму лампу ультрафиолетовое, и также длительное время нельзя смотреть на ультрафиолет. Это пагубно влияет, еще раз повторюсь. Почему повторяюсь? Потому что некоторые люди, там, могут пролистнуть, там, промотать, поэтому, чтобы всем было ясно и понятно, то есть, про негативные последствия, которые оказывают. Ну, вы сами знаете, да, когда ту же кварцевую лампу, которая излучает ультрафиолетовый цвет для обеззараживания воздуха, во время кварцевания, то есть, из комнаты, палатка мира, все выходят, да, то есть, никто не остается. Есть, конечно, закрытые, там, рециклеры, где ультрафиолетовая лампа находится в закрытом корпусе, и с помощью вентиляторов воздух циркулирует. Тогда, да, такие лампы, такие устройства используются. А так, ультрафиолет очень вреден для глаз, и для кожи, ну, берите свои глаза, в первую очередь. Так, собственно, вот так вот. И что еще? Защитные ультрафиолетовые метки, они также присутствуют и в паспорте, и в других, то есть, в таких-то документах, так скажем, бланках, и также на деньгах. Так, то есть, там есть специальные волокна, то есть, если мы посветим фонариком, то, наверное, на камеру... Что-то в контакт пошел. Так, на камеру, наверное, будет не так хорошо видно, потому что есть специальные фильтры, в камере которой поглощают ультрафиолетовый цвет, поэтому на камеру хуже видно то, что вот эти волокна, но там есть специальные волокна на купюрах и специальных бланках, да, там есть специальные волокна, такие маленькие, да, которые под воздействием ультрафиолетового лучения светятся разными цветами, вот. Ну, думаю, на камеру это не так хорошо видно, но вы можете это сами снарядно наблюдать. Они по всей купюре идут. И, а, что еще? Важный момент. Если вы посветите ванны, комнаты и так далее, то есть, у вас все светится, тоже зубный порошок, то есть, все вот эти вещи, обеливатели, мощные средства, большинство из них светится. То есть, если, к примеру, на тот же купюру, или на паспорт капнуло капли жира и так далее, мощные средства, например, вы постирали, это все будет светиться, вот эти области. Вот. Так, и к чему это я? То есть, также можно таким образом понять, перед вами подлинная купюра или нет. То есть, это одно из, один из степеней защиты. То есть, если мы посветим на обычную магу, видите, она светится под воздействием ультрафиолета. Если мы подносим именно на денежную купюру, то есть, мы не видим такого свечения, да, то есть, у нас светятся какие-то элементы, там, волокна, ну, вы можете видеть разницу, то есть, как на купюре и на как обычной бумаге. Почему это происходит? Потому что обычная бумага, офисная бумага, она отбелена с помощью различных отбеливателей, которые под воздействием ультрафиолета светятся. то есть, купюра, она сделана не из такой бумаги, то есть, специальной бумагой, где вот не использованы такие отбеливатели, поэтому она не светится. То есть, так, где можно, то есть, один из степеней защиты, то есть, можно понять, что, к примеру, это бумага офисная или же это купюра, да? Но это только один из степеней защиты, то есть, не только на это надо ориентироваться, но, так, вариант, то есть, и на паспорте только, то есть, сама бумага не должна светиться так. То есть, здесь светятся волокна, бумага не светится на документах, и на деньгах. И, что еще важно по поводу, если мы заговорили уже о проверке, например, подлинность и купюры и так далее, то вы, у меня есть на моем канале видео, я собирал, то есть, есть еще, еще один метод проверки купюр, там, паспорт и так далее, там уже несколько этапов проверки, есть инфракрасные метки, то есть, кроме вот этих волокон, да, вот этих, которые светятся в ультрафиолете, есть еще инфракрасные метки, к миру, там, вы когда подсветить, вы, наверное, можете видеть, там, в магазинах или банках и так далее, когда сотрудник прикладывает купюру под инфракрасный свет и на экране высвечивается только часть элементов купюры к миру, да, часть не отражается, вот, это именно инфракрасные метки, и по поводу этого я снял несколько видео, у меня есть видео, где я обозреваю ультрафиолет, прошу прощения, инфракрасный детектор, купюр или паспорт также своими руками, где я из обычной веб-камеры удалил ультрафиолетовую, прошу прощения, инфракрасный фильтр, ну, который удерживает эти свечения, и получается из обычной веб-камеры я сделал инфракрасный детектор купюр и паспорта, то есть его можно подключить там ноутбук, компьютер и подсветить специальные там инфракрасные лампы и проверить подлинность купюры или паспорта. Вот. И еще есть видеообзор, где я возреваю вот эту камеру, камеру, да, как она в работе, как там посмотреть, да, на конкретном примере, там, на купюре я это показываю. И также я переделывал именно обычный фотоаппарат под инфракрасный детектор, то есть также купил на Алиэкспресс инфракрасный светодиод, ну там есть разные мощности, там 5 ватт, есть помощнее, то есть подключил питание, да, и самому фотоаппарате или веб-камере удалил светодиод, там такая стекляшка, то есть сам фотоаппарат или веб-камера оснащена специальным фильтром, как уже сказал, для того, чтобы мы видели нормальное изображение, то есть которое должно соответствовать. и вот эта стекляшка, да, фильтр, она поглощает определенный спектр, инфракрасное свечение, там, ультрафиолет и так далее, вот, поэтому вот все вот эти устройства для проверки подлинности, там, купюр и так далее, там вот этот фильтр, он отсутствует, так как, ну, сотрудник, например, там, работник, например, магазина, нужно достовериться, он должен на экране, там, дисплее, на этом увидеть, вот эти защитные метки, то есть есть несколько степеней защиты, да, там, тот же водяной знак, там, ультрафиолет и вот эти волокна, да, инфракрасные метки, какие-то другие защитные элементы на купюре, то есть их там много достаточно, ну, это одни из примеров, то есть ссылка будет в описании, в описании я прикреплю, так, вы не ошибаюсь, там, три видео, то есть первое видео, где я собираю, переделываю веб-камеру под инфракрасный детектор, а второе видео, это обзор, то есть переделан такой веб-камеры и третье, и третье, соответственно, там переделываю, я демонстрирую, проверяю купюру, да, на примере переделанного мной фотоаппарата под инфракрасный детектор, вот, так, то есть вы можете перейти по ссылкам в описании и посмотреть также эти видео, вот, ну, видео, то есть то, что сейчас рассказал, было более продолжительным, потому что я хотел вам осветить с нескольких сторон, что мы можем использовать обычный маркер, да, для обычных целей, как это можно применять, и заодно, соответственно, чтобы были, чтобы вы знали, что вы были осветлены, что и на купюрах вот есть ультрафиолетовые метки, и тоже его можно их наблюдать с помощью ультрафиолетового фонарика, и заодно сказался, что это только одна из степеней защиты, есть много степеней защиты, в том числе и инфракрасной метки, ну, и так далее, и не только, вот, такой был обзорчик, такой познавательный, такой, видеоролик, надеюсь, для вас было полезно, подписывайтесь на мой канал, впереди очень много интересных видео, нажимайте пальцы вверх, всем желаю крепкого здоровья, удачи, берегите себя, не забывайте о правилах безопасности, насчет ультрафиолетовых фонариков я вам сказал, берегите глаза, себя, то есть, здоровье это очень важно, будет здоровье, остальное все будет, все, крепкого здоровья, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok